МГТУ 27 марта ученый совет университета основным вопросом повестки дня рассмотрел состояние учебно-методической работы в МГТУ в текущий период и задачи в этой сфере деятельности на 2014-2015 учебный год. С докладом выступил проректор по учебно-методической работе Лев Штриплинг. В принятом решении ученый совет наметил конкретные шаги по дальнейшему совершенству учебно-методической работы в ВУЗе, а также рассмотрел другие вопросы, стоящие в повестке дня. День открытых дверей 5 апреля прошел в университеты. Атмосфера праздника и творчества встречала гостей сразу при входе в ВУЗ. Раздаточный материал в полной мере представлял информацию по всем интересующим вопросам. Встречу открыл проректор по учебной работе Александр Мышлявцев. С направлениями внеучебной работы и социальными вопросами студенческой жизни в процессе обучения ВУЗе познакомила проректор по внеучебной работе и социальным вопросам Ольга Кузнецова. С возможностями целевого набора и дальнейшего трудоустройства рассказали представители крупнейших омских предприятий. 10 апреля в университете прошел семинар, посвященный моделированию ВЧ и СВЧ цепей, модулей и узлов. Семинар проводила компания Adjament Technologies из города Томска, признанный лидер в области разработки системы автоматизированного проектирования. Семинар вели ведущие разработчики САПР-компании Хуси Ли и Андржей Семинский. 1 апреля на факультете информационных технологий и компьютерных систем при поддержке Intel и Nix OMS компания Gigabyte прошел очередной этап студенческого чемпионата «Собери компьютер». В сборке компьютеров приняли участие 27 студентов, 3 команды по 4 человека и еще 15 отдельных участников. Болельщики также не скучали, принимали участие в конкурсах и получали призы от компании Gigabyte. С 15 по 17 апреля в МГТУ по инициативе профессора кафедры инженерной геометрии ИСАПР, доктора технических наук Анны Янишевской, впервые прошла молодежно-научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке и производстве». В конференции приняли участие 65 молодых ученых, аспирантов, студентов, среди которых представители 9 различных организаций из Омска и Якутска. Было сделано 48 докладов, а лучший докладчик был отмечен фирменным тортом. Внедрение новых форм и методов творческого самовыражения постоянно проявляется в культурной нише университета. 4 апреля впервые в политехе студенты ФГО ИНИ проявили себя в шоу образов «Один в один», участники которого представили звезд политики, эстрады, спортсменов, героев любимых книг, фильмов и сериалов. А зрители горячо поддерживали представленные им образы.